Инвестиционная политика, работа общественных организаций, предстоящий отчет главы Щелковского района перед депутатами и многие другие вопросы рассмотрели на заседании районного совета депутатов. Развитие институтов гражданского общества для народных избранников – не пустой звук. Так подробно обсудили депутаты доклад общественной палаты Щелковского района. Сейчас в муниципалитете действует порядка 65 организаций. За прошедший год палата провела немало актуальных для развития района акций, в том числе и мероприятия, посвященные контролю экологической обстановки, строительства социальных объектов, уровня услуг в сферах ЖКХ и здравоохранения. Своё будущее палата видит в консолидации интересов. Так планируется создание единого общественного центра. Единый общественный центр планируется сделать, уже, наверное, я не знаю, в конечном итоге вы будете утверждать, это центральный 53, и будет единый общественный приемник всех общественных организаций. Приняв доклад палаты к сведению, депутаты также отметили, что для тех, кто стоит на страже общественных интересов, важно работать сообща. В дальнейшем обе структуры планируют активно сотрудничать. Мы будем направлять в повестке дня заседания Совета депутатов комиссии в общественную палату, для того, чтобы общественники присутствовали на заседаниях комиссии, что очень важно, при рассмотрении тех или иных нормативно-правых актов и вообще вопросов. Обсудили депутаты и перспективы развития экономики района. Так называемый «Инвестчас» – новый проект районной администрации, в рамках которого как начинающие предприниматели, так и опытные бизнесмены могут озвучить интересные идеи и рассчитывать на их поддержку. Депутаты приняли информацию к сведению и отметили начинание положительно. Депутаты не просто сегодня на комиссии рассмотрели. Многие из них, особенно те, кто сами занимаются предпринимательской деятельностью, они пришли и посмотрели работу «Инвестиционного часа». И увидели реальность того, что люди приходят с проектами, и администрация действительно выполняет все условия и помогает этим проектам реализовываться на территории Щелковского муниципального района. Также Надежда Суровцева подчеркнула, что необходимо активнее информировать предпринимателей о проекте. «Информационное пространство открытое нужно сделать, чтобы максимально открытое оно должно быть для всех, кто вообще хочет зайти в Щелковский район». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».